Первая контрольная точка – стройплощадка будущего жилого комплекса у Макаровского моста. В этом месте раньше стоял макомольный завод. Со слов руководителя проекта, теперь здесь должны появиться 15 жилых корпусов. Три из них планируют сдать к следующему году. Сдача в первую очередь у нас произойдет 1 ноября 2018 года. Сейчас ведутся работы по строительству бассейна, ведутся работы по строительству паркинга и ведутся работы по строительству первой очереди. Далее глава администрации Екатеринбурга вместе с чиновниками осматривает территорию железнодорожного вокзала. К предстоящему Мундиалю здесь благоустраивают площадь и пешеходную зону. А еще планируют обновить фасад основного здания. То есть это все в течение этого года? Да. Павильоны, фасады? Фасады до конца августа, до начала сентября. Во время осмотра в стройплощадок железнодорожного района Александр Якоб упоминает о реконструкции Макаровского моста. Переправа через Исеть стала для уральцев настоящей головной болью. Пару лет назад здесь ограничили движение, сделав дорогу в обе стороны однополосной. Результат – автомобильные пробки. Чиновники говорят, в этом году начнется первый этап реконструкции Макаровского моста. Сначала мы должны частично сделать обрушение конструкции прежнего моста, ну не всего моста, а только примыкание, в части примыкающей, выноска сетей, строительство нового моста, а затем уже приступим к производству благоустройства. Пока чиновники предполагают, что на время работ Макаровский мост перекрывать не будут. Но при необходимости здесь все же готовы остановить движение. Только первый этап реконструкции переправы займет примерно два года. По предварительным подсчетам экспертов, обновление Макаровского моста будет стоить более двух миллиардов рублей.